Привет! В этом ролике я расскажу о самых эффективных способах увеличения результата в подтягиваниях и о том, как в целом нужно выстраивать свою программу тренировок. Это очень актуальный вопрос, так как подтягивание является обязательным упражнением и в списке нормативов военнослужащих, и при поступлении в какие-то высшие учебные заведения, и для сдачи многих других нормативов, не говоря уже о том, что подтягивание – это один из показателей оценки мужской силы. И если вы либо не умеете подтягиваться вообще, либо подтягиваетесь всего несколько раз, срочно начинайте тренировать свои навыки в этом упражнении. Итак, как же научиться подтягиваться или увеличить свой результат, если вы подтягиваетесь немного? Способ первый – это, конечно же, использование резины. В любой системе тренинга, прежде чем взять большой вес, вы используете маленький. Ставите технику, прокладываете прочную нейромышечную связь, увеличиваете свой результат с небольшим весом, а уже затем переходите на какие-то более серьезные веса. Здесь все аналогично. Есть резина разной сопротивляемости, которая снимает часть нагрузки и позволяет вам выполнять полноамблитудные подтягивания, и со временем вы переходите уже к полноценным подтягиваниям. Опять же, если вы научились подтягиваться, скажем, 10 раз, это не говорит о том, что резина вам больше не нужна. Как правило, в одной тренировке совмещаются разные виды подтягиваний, и для того, чтобы выполнить достаточное количество повторений в последних упражнениях, резина также пригодится. И, кроме того, с ней можно выполнять различные вспомогательные упражнения, которые помогут увеличить результат в подтягиваниях. И, кстати, эту самую резину и весь инвентарь, который будет демонстрироваться в ролике, вы сможете приобрести по ссылке прямо под этим видео. Что в целом влияет на ваш результат? Само собой, это развитие тех мышечных групп, которые работают при выполнении подтягиваний. Это группа мышц спины, а также бицепс и предплечья. И именно эти группы нужно развивать, если вы хотите увеличить результат в подтягивании. Какие именно упражнения мы можем выполнять? Если вы занимаетесь в зале, то кроме подтягиваний и тренажеров, которые задают аналогичную амплитуду, это может быть и тяга штанги в наклоне, и тяга гантель. Но я думаю, что большинству из вас все-таки будут интересные упражнения в условиях ограниченного оборудования. И здесь самый бюджетный и простой вариант – это использование обычного автомобильного троса, который можно купить в любом автомобильном магазине. Вешаете его на перекладину или цепляете за ветку дерева и тренируетесь. Основные вспомогательные упражнения, которые вам нужны – это тяга к поясу, подъем на бицепс и тяга за счет предплечья. Это очень простые и в то же время эффективные вспомогательные упражнения, которые позволят развить те группы мышц, которые работают в подтягивании. Также для выполнения этих упражнений можно использовать более цивилизованные инструменты, например, петли или кольца. И с ними можно тренировать не только спину и руки, но и другие мышечные группы. Также можно использовать и резину, выполняя те же вспомогательные упражнения аналогичным способом. И как же будет выглядеть ваша программа тренировок, если вы хотите исключительно результатов подтягиваний, спину и руки? Здесь тренировки я бы рекомендовал проводить 2-3 раза в неделю. Первую тренировку я бы сделал жесткой и отказной, состоящей только из подтягиваний. Предположим, это подтягивания классическим хватом, 3 подхода по 10 повторений или больше, с резиной или без нее, в зависимости от ваших физических данных, и подтягивания параллельным или обратным хватом на перекладине, кольцах или петлях. Также с резиной или без нее, 3 подхода по 10 повторений. Каждый подход довольно жесткий и до отказа. Следующая тренировка – это чисто вспомогательные упражнения. Плюс один подход подтягиваний до отказа. Делаем один подход подтягиваний до отказа, затем 2-3 подхода по 10-15 повторений тяги к поясу, 2-3 подхода сгибаний на бицепс, и можно сделать один подход сгибаний на предплечье. Все до умеренного отказа. И на этом основные тренировки я бы закончил. К сожалению, от того, что вы будете чаще тренироваться, больше подтягиваться вы не будете. Кроме основных тренировок, можно еще 1-2 раза в неделю, или даже чаще, выполнять по 1-2 подхода подтягивания или 1-2 подхода тяги к поясу. Но уже легко и не до отказа. Просто для того, чтобы увеличить приток крови к целевым мышцам, и тем самым даже улучшить восстановление и поддержать мышцы в тонусе. Но повторюсь, что здесь мы выполняем упражнение легко, процентов на 50 от максимального напряжения, которое вы испытываете на основной тренировке. И такие легкие тонизирующие тренировки очень положительно влияют на достижение результатов. Если вы тренируете только спину и бицепс, организму гораздо проще восстанавливаться, чем если вы тренируете все мышцы тела. Здесь и меньшая нагрузка на нервную систему, и на организм в целом. Поэтому, если тренировки проводятся на группы мышц всего тела, то это, как правило, одна тренировка мышечной группы в неделю, а в другие дни тренировка других мышечных групп. Но в данном случае мы можем тренировать одну и ту же группу чаще, вкладывая все ресурсы только в нее. И нужно понимать, что чем больше вы подтягиваетесь, и чем больше ваш мышечный объем и собственный вес, тем тренировки должны быть реже, ибо ваши мышцы будут требовать гораздо большего времени для восстановления. И такие советы, конечно же, больше подходят для начинающих спортсменов, которые либо не умеют подтягиваться вообще, либо подтягиваются крайне мало. Второй вариант тренировок – это просто выполнять подтягивания по 2-3 подхода за тренировку до отказа. Но сопротивление резины подбирать такое, чтобы у вас получалось не менее 10 раз в подходе. Как часто проводить такие тренировки, будет зависеть от вашей физической подготовки. Чем больше вы весите и подтягиваетесь, тем тренировки реже. Здесь я бы рекомендовал вам экспериментировать с частотой и сложностью тренировок. Предположим, 3 тренировки в неделю, через день. На каждой тренировке подтягивания по 3 отказных подхода. Подтягивайтесь неделю-другую и смотрите на свои результаты. Не растет сила – можете пропустить одну тренировку и посмотреть, что изменится. Можете заменить одну тренировку на легкую. Предположим, вы подтягиваетесь с определенной резиной на 10-15 повторений, а в одну тренировку ставите те же подтягивания с той же резиной, но на 5-7 повторений. То есть в 2 раза меньше. И опять же, смотрите на результат. Как правило, в процессе таких экспериментов вы и находите тот оптимальный тренировочный объем и частоту тренировок, которая дает вам максимальный результат. А еще лучше чередовать разные схемы тренинга для более комплексного развития, для того, чтобы как минимум не превращать свои тренировки в сплошное однообразие. Если вы уже подтягиваетесь больше 10-15 раз собственным весом, то ваша стратегия будет немного иной. И здесь акцент нужно делать и на подтягиваниях с дополнительным весом, и на чередовании разного количества повторений. И группа здесь не может нагружаться так часто, как у новичков. Потому что 3 подхода подтягиваний с дополнительным весом – это совсем не то, что 3 подхода подтягиваний с резиной, и более жесткие тренировки требуют большего времени для восстановления. Но об этом я более подробно расскажу в одном из своих следующих видео. Напоминаю, что разный тренировочный инвентарь по отличной цене вы сможете заказать по ссылке прямо под этим видео. Поэтому обязательно переходите и смотрите, что у нас есть. И также в описании вы найдете разные примеры тренировочных программ на все группы мышц и огромное количество упражнений в домашних условиях, которые находятся в бесплатном доступе. Поэтому переходите и изучайте. И если вам понравился ролик, ставьте лайк. И обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Александр Добромиль. Пока!